И доброе утро, говорю тем, кто смотрит нас утром в записи следующего дня. После первой и второй перерывчик небольшой. Решили мы и сняли третий выпуск программы с приветом. От звезд. И гостем нашей программы будет Андрей. Нашел ли? Хороший вопрос. Почему-то его мне очень часто задают. Любви, наверное, ищет. И очень надеюсь, что найдет. А на данный этап еще не нашел? Ну, к сожалению, у меня нет сейчас девушки. Я знаю, что все, кто смотрит, скажут, парень немножко говорит неправду. Но на самом деле, вот, например, очень много красивых девушек было в зале. Хотелось бы со многими познакомиться, но уже завтра в 4 утра у нас самолет, мы должны улетать. Поэтому просто нет времени для серьезных отношений. Песни, которые ты пишешь, это вымысел или конкретные факты из жизни? Ну, это и то, и другое. Просто песни, они как бы, вот они вокруг, нужно их только брать и все. А уж о чем они, это порой даже не от меня зависит. Пришло бы мне в голову думать, когда это написать песню про мальчика-бродяга. Или про последнюю любовь. Что же я такой молодой, и у меня уже все, последняя любовь. Я совсем так не думаю. Ну, вот мы тоже были шахированы, что последняя. Ну, как бы просто песни, они приходят, они дневной написаны. А вот такой вопрос, вот количество написанных в песне, это зависит от вдохновения? Или бывает так, что вот сажаешься и говоришь, вот сейчас я должен написать песню? Ну, сказал Сальвадор Дали, у лени талантов не бывает. Поэтому нужно, конечно же, вкалывать по-черному. Нужно себя и заставлять и так далее, и тому подобное. Ну, странное дело, садишься за фортепиано, заставляешь себя. Честно, три часа тарабанишь, к концу третьего часа приходит вдохновение. Ну, вообще, чтобы удержаться на сцене, нужно постоянно находиться в этом состоянии вдохновения. Это же невозможно для нормального человека. Трудно сказать. А кто вам сказал, что я нормальный, во-первых? А вот папа раскручивает и, соответственно, выбирает... Ерунда. Просто вы ошибаетесь. Не папа раскручивает, а арст раскручивает. Вот и все. Есть такая фирма Арс, которая занимается продюсированием проекта Андрей Кубин. Не более того, поверьте мне. А кто выбирает репертуар? Я выбираю репертуар, я пишу свои песни. Я их же и выбираю. Да причем здесь папа. Нет, а вы можете сказать, что вот эта вот песня, вот как-то она не идет? Нет. Это сказочки все, созданные журналистами. Я самостоятельно достаточно человек. Более того, я помогаю своим родителям в последнее время. Ну, просто так сложилось, если отец-президент, вице-президент российской товарностевой биржи, то разве журналисты не могли бы, естественно, об этом написали? Что Андрей Кубин там, ну и так далее, тому подобное, продолжите сами. Вот, это все сказочки, на самом деле. Бесплатных ланчей не бывает. И у меня тоже, кстати. Но в любом случае, я не считаю себя звездой. Звезды для меня это, если мы говорим о российской эстраде, это Леонтьев, это Пугачева. Пожалуй, все. Это настоящие звезды. Это люди, которые свою жизнь положили, просто без остатка, на сцене оставили. И если когда-нибудь я сделаю так же, я, может быть, тоже заслужу право называться звездой. Понимаете? Это действительно звезды, которые где-то там сияют. А я еще так, молоденький мальчик, который поет свои песни. Добрый вечер. Добрый вечер, Тария. Добрый вечер, чудесный город. Как хорошо быть у вас в гостях. Наконец-то мы в вашем городе. Спасибо, что вы пришли на этот концерт. Следующая песня. А что кричите? Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Мы очень этому рады. А следующая песня, это песня о коварстве женщин. Женщины, конечно же, просто очаровательнейшие существа. Но, увы, эти существа порой бывают так жестоко, так жестоко обходятся с нами, с мужчинами. Песня как раз об этом. Она называется «Ты говорила». Лучше бы ты этого не говорила, честно говоря. Лучше бы ты этого не говорила. Лучше бы ты этом разгон. Лучше бы ты этого не говорила. Ты искала, что не ждала, а не хватал ее коглям, И решила не просьбать, почему-то не пройдет. Ты пошла со собой закрыл на дверь, и он, и шагу назад, и ты, ой, И помню, что тем, кто нам не так, но и все за нас решено. Ты говорила, что любишь меня, что без меня ты не слушай меня. Ты говорила, что чувствуешь боль, если я только не рядом с тобой. Ты говорила, что не всегда, а дальшею мою не вас никогда. Ты рассчитала все наперед, а оказалось... О всех маломальски известных людях ходят сплетни, слухи. Это мешает карьере или помогает быть на слуху? Ну, я никогда все слухов не распространяю, поэтому обо мне ходят слухов мало. Ну, ты не распространяешь, но другие-то распространяют. Ну, да. Я не знаю, мне это мешает чувствовать себя порою в равновесии находиться, в душевном равновесии мне порою слухи мешают. Еще особенно, когда газеты все это рассусоливают, размазывают, грязь и так далее, то, что не является правдой. Вот. Но бывают, правда, и безобидные слухи, которые, как бы, вроде и не мешают. Вот. И так далее, и тому подобное. А как же относиться к фразе «антиреклама» — это тоже реклама? Как хотите. А как ты к ней относишься? Я никогда, честно говоря, я знаю, делаются эфиры по телевидению, делаются статьи, но я никогда не занимаюсь собственной рекламой. Это занимаются другие люди, они там более серьезные гораздо, чем я. Я занимаюсь музыкой. Вот. Пусть они думают и о банте-рекламе, и о рекламе. Я думаю, что, когда имя твое поливают грязью, в любом случае в этом ничего хорошего нет. Андрей, а что вот за нелепая утка, которая была в московском комсомольце? Кажется, московская. То, что говорилось в музобозе о девочках каких-то. Это экспресс-газета отличилась. Это заказная статья, людям заказали статью кто-то. О чём она была? Ну, поливали грязью там просто меня, и всё. С ног до головы, там, на целую страницу. Вот писали, какой я, в общем, дочь, как у дочь. Вот. Писали, какой я нехороший молодой человек. Вот. Ну, что же делать? Это заказная была статья, я знаю, кто это, но просто я не могу доказать этого. Конкуренты стараются. Ну, и ладно, пусть стараются, а я буду песни писать. А чем закончилась эта история? Ну, подали мы на них в суд, но у нас же суд такой, в общем, самый гуманный в мире, в общем, и, к сожалению, очень сложно привлечь людей к ответственности. Если у нас это получится, мы будем первые, кто это сделает. Андрей, вот мы видим тебя на сцене, на телеэкране, а какой ты в жизни? Ну, с одной стороны, я всегда говорю, что я такой же на сцене, какой я в жизни, с другой стороны, это только часть правды. В общем-то, я, как бы, человек достаточно сложный, по крайней мере, я разный, если вы хотите правды, то я могу сказать вам, я разный. Я бываю такой, я бываю другой, я бываю добрый, я бываю злой, я бываю хороший, бываю не очень хороший, далеко не очень хороший. Вот, ну, как бы, в любом случае, когда я выхожу на сцену, на сцене это вот остаток, сгусток души Андрея Губина, понимаете? Сцена действительно такой, какой вот я вот где-то глубоко-глубоко внутри. В жизни есть какие-то границы, стены, которые вокруг себя ставишь, чтобы тебя, не дай бог, больно не поранили, там, тебе не задели как-то. А на сцене ты об этом не думаешь, просто выходишь и вот, пожалуйста. Не случайно у нас даже так концерт заканчивается, я как бы раздеваюсь, но не до того, чтобы девочки, посмотрите, комиссарского тела Андрея Губина. Не для этого совсем, а просто это как бы вот образ, что вот я такой на самом деле. А как к тебе относятся дома? Как к сыну, я понимаю, просто как к сыну. То есть попадают из-за невынесенной мусора, из-за порванной части? Ну, откровенно говоря, я живу уже давно отдельно от родителей, очень редко бываю дома, поэтому просто, может быть, два-три дня в месяц. Поэтому родители мне, кажется, многое прощают, но их больше тревожит ни невынесенный мусор и так далее, ни какие-то там неубранные вещи. Их больше беспокоит состояние моей души, вот и все. Потому что если они видят, что я как бы сошел с правильного пути, на их взгляд, то они очень беспокоятся. А все это так-то ерунду, бытовизма. А вот ты бываешь на сцене, а как ты себя чувствуешь в кругу звезд? Робко. Потому что они... Я просто в кругу людей старших меня по возрасту, я люблю прислушиваться. Я не люблю говорить, трепать языком, потому что они прожили жизнь гораздо более долгую, чем я, и гораздо больше видели, больше знают. Вот поэтому я предпочитаю молчать, слушать. Мне очень интересно слушать, я очень люблю слушать вообще. Слушай, ты не боишься такого же стремительного падения, каким был твой взгляд? Ну, если бы я сказал, что не боюсь, я бы, наверное, вас обманул. С другой стороны, что это за взлет такой? Вы знаете, может быть, для кого-то я действительно хожусь где-нибудь там на пути между землей, посередине между землей и небом. Ну, я как ходил по земле, я так и хожу по земле для себя. И вот говорят, звездой вы так стали, звездой и так далее. Я этого не чувствую на себя, поверьте мне. Искренне вам говорю, не чувствую. Вот. И как бы, может быть, друзья меня спасают, они как-то меня прочно держат здесь на земле. Да, в общем-то, у меня желания куда-то улетать нет, откровенно говоря. А почему ты не чувствуешь? Вот цветы лежат, вот там вот стоят, ждут твоего выхода. И все равно вот нету чувства, что ты... Велик. Да не велик, ну звезда. Да глупости все это, ребята. Ну, я такой же человек, как они. Просто я пою песни, им это нравится. Вот и все. Мне нравится, что они что-то делают, другое. Вот. Я тоже им за это, за это с ними готов чем-то другим поделиться, что у меня есть. Я выхожу на сцену, я делюсь просто с людьми. Я не думаю о гонораре за концерт. Вот, что я потом пойду куплю в магазине, а потом куплю машину, а потом куплю квартиру. Я не об этом думаю. Просто отдаю себя и все, без остатка. Как камикадзе. Вот. Не думаешь о том, там останется ли голос, там не останется, там. Вот. Вот. Что там будет завтра вообще с нами, со всеми. Просто отдаешь себя. Ради того, чтобы людям понравилось. Когда получается, когда не очень получается. Разные бывают концерты. А вот. Так-то. Это просто на самом деле. Работа на сцене, это как бы. Получается только тогда, когда ты думаешь о людях, а не когда думаешь о себе. Как только начинаешь думать о себе, сразу все, может о себе креста. Сдается мне, что опять все. Ты знаешь, тебе правильно сдается. Все. Все. Ну а я опять по поводу рекламы. Наш телефон для размещения вашей рекламы. 6-570-100.